В аду не оказаться? Я уже был в смерти и не буду больше там быть. А что бороду бреете, почему? Бороду почему бреете? Да я ее ни разу не брел. Не брел? Вы еще молодой, да? Да, молодой. Но смерть видел. Понятно. У вас Библия-то дома есть? Нет, не желаю такого даже видеть, извиняюсь. Но вы камеру уберите, потому что это стремнит всех. Они от вас уходят. Нет. Вот скажите, вы идете на улицу, подходит, снимает. И вы что, прятаться будете под лестницу где-то? А мне зачем это? Я скажу, просто уберите камеру. Камера не убирается, она везде все пишет. Хорошие слова должны для других остаться. Мы говорим о спасении души. Вы что, алименты кому-то не платите? Прятаться зачем? Мы говорим о Христе, о спасении, о Боге, о вечности. Да, мне уже такое предлагали, что говорят об Игоре, а сейчас об Христе. И смысл какой? Смысл какой? Смысл такой, что мы должны узнать путь спасения. Евангелие от Иоанна 14,6 говорится, «Я есть путь истинной жизни», Христос говорит. И поэтому, если человек не уверует во Христа, что он за Него умер, он пойдет в ад, гнев Божий на нем. И мы вышли в Эйпир, чтобы людей познакомить с этим путем спасения, который называется Иисусом Христом. Извиняюсь, но я пойду дальше. Здоровья, дай Бог здоровья, дай Бог... Вы в это верите, что Господь Иисус Христос умер за нас? Здоровья нам всем, здоровья. Конечно, за милых душ. Тем более мы сидим в тюрьме, страдаем, блин, сидим в женском монастыре, когда тогда тюрьма была. Таким, в таком месте сидим. Так у вас что, в тюрьме разрешают выходить в интернет? Ну, я не разрешаю, конечно, но... Не знаю. Когда я был в тюрьмах, то они разрешали, даже позвонить нельзя было. Откуда будет, дедуля? Откуда дедуля? Ну, вот смотри у нас-то, видишь, как... Вот, гляди, какие нары. Ну, вижу там что-то такое, да. Вот, мы пришли сказать людям, что приближается пришествие Христова, чтобы люди уверовали в Него. И кто не будет веровать, будет осужден. Вы не курите только, не курите. Когда разговариваем, не курите. У нас это не положено тогда разговаривать. Слышишь, что да. Да, потому что вы через домовую завесу ничего не видите. Видишь? Что, не нуждается? Вот здесь зверь, вот здесь. Вот здесь зверь, вот. Вот здесь зверь. Поехали. Мы, православные люди, возвещаем путь спасения, чтобы люди жили, ожидая Христа. Он есть путь истинной жизни. У вас в Коране написано Иса. Иса. Это наш Иисус. У вас вопросы духовного порядка есть какие-то? Как спасти душу свою? Мы можем вам рассказать из Священного Писания, из Библии. Благая и радостная весть людям, что Христос умер за нас и выкупил из плена сатанинского. Пошел к нам. А вам сколько лет? Мне 16 лет. А, ну, значит, совершеннолетие. С вами можно разговаривать без родителей, да? Мы, православные проповедники, вышли людям рассказать о благой вести, что Иисус умер за нас и ждет нашего покаяния, чтобы мы жили по евангельским заповедям. А я это, я мусульманин. Ну и что, что мусульманин? На сутта Божьей все равно же предстанете. А вы Коран считали? Коран считали? Коран? Да. Ну и там написано Иса, Иса, это Иисус. Ну, допустим. Да не допустим, а точно. Говорится, Марьям. Ну вот, смотрите, я так утверждать не буду, потому что, правда, я не знаю. Вот, у вас написано Ибрагим, а это Авраам. Авраам. Сулейман, это Соломон. А у вас написано, Абрама, это Ибрагим. Да, это у вас Ибрагим. Это одно и то же имя, как у нас Иван, а по-английски Джон. Это одно и то же имя. Ну, понятно. И поэтому мы проповедуем Иисуса Христа, распятого, воскресшего и грядущего судить мир. Вы желаете побольше узнать из Евангелия? Инжил. Оно у вас в Коране называется Инжил. Инжил Евангелие. Оно упоминается у вас? Ну, допустим. Ну, допустим, да. И что дальше? Ну, дальше то, что не просто надо знать, а надо уверовать во Христа. Если человек не верит, он не нужен на земле. Он просто напрасно воздух портит. Господь грядет, как написано. Мне приходилось... Нет, а если вы так говорите, типа... А можешь мне ответить на один вопрос? Давайте. А смысл жизни, что оставить надо после себя? Что оставить? Смысл жизни, что после себя оставить надо? После себя ничего ты не оставишь, кроме доброй памяти, если ты во Христе живешь. А у людей, которые не верят, они оставляют после себя один срам и стыд. Надо заботиться так, чтобы люди подражали нам. Пример. Ты жил по западу Евангелия. А то... Смотрите, я не говорю лично про себя. Есть люди, например, атеисты, да, которые не верят ни в кого. То есть они просто зря прожили свою жизнь. Это безумцы написано. Сказал безумие, сердце своем нет Бога. Это люди безумные. Они совершают революции, убийства. Миллионы людей погубили. Это Гитлер, Сталин, Ленин. Это все оттуда идут. Понятно. А откуда узнать то, что Гитлер, Сталин и Ленин... Ну а так как? Они гнали верующих. Верующих преследовали. Подняли руки на Божьи избранные народ, на евреев. И они погибли все. Как отверженные. Ну... Я не буду это говорить, потому что я, честно, этого не знаю. На вы узнаете, Евангелие... Дай-ка Библию сюда. Я вам сейчас покажу. Главная книга у нас какая есть. Это Слово Божие. Подождите. А смысл вы делаете это в чат-рулетке и говорите это всем? Так вот смысл, что вы здесь в чат-рулетке об этом говорите? А как же? Сколько людей приходят к Богу. Вот меня в прошлые годы советская власть преследовала. Я был в тюрьмах, в лагере. И там молился, и следователь обратился. Заключенные каялись. Они теперь не убивают, не воруют. У них идет жизнь во Христе. А стоило ли говорить? А не говорил бы, ничего и не было. Когда человек выходит проповедовать, это семя сеять и сеять. А одно упадет при дороге. Честно, вот, ну типа, ну по сути же это, ну я так не думаю, но просто некоторые люди могут почитать это за пропаганду. Ну и что? Вы знаете, есть проповедь, это вот пропаганда. Против этого и есть статья. Какая? У нас свободное вероисповедание. Нет статьи такой. Это конституционное право. Я Путину послал материалы. У меня 38 книг вышло, насчитанное. И книги в центральной библиотеке Ленина везде подарил. Такой статьи нету. Наоборот. Это конституция дает мне право такое проповедовать, высказать свое мнение по любому вопросу. Снимать где хочу. Ну ладно, спасибо вам за общение. Храни вас Господь. Наш большой есть ресурс, YouTube, называется «Открытым оком во свете Библии». Открытым оком. Вот так. Вот так, давай, говорите теперь, не накладывайте. Очки не надо, уберите их совсем. Да не нафиг закладывайся. Шел Иисус Христос в небес, нес святоти, задавьтесь, нищий, нищий помогал больным сыром. Боже, Боже, помоги мне тоже. Сделай так, чтобы у этих людей все было в жизни нормально. Оноца, сын святого духа. Очки наши же есть на бесах, засветится имя Твое, это будет воля Твоя. Я, кажется, на бесе и на земле хлеб наснуешь. Значит, нам действуют дороги наши. Кажем, мы оставлены жирком нашего, не на скрушение русского мудка. Оноца, сын святого духа. Ребята, я вас боюсь. Ну, я в это особо не верю. Ну, вот это есть неверующий. А неверующий осужден будет. Евангелие так говорит. А верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную. И дабы надо, чтобы приходящий веровал. И верующим его он воздает. А неверующий он еще живет, как лопух на могиле. Умер, ничего нету. Любую пакость разрешает делать. Ученики он наркотики принимает, друг друга стреляют. Ну, я не знаю. А который верующий, он взирает на Иисуса Христа, на начальника совершителя веры. И подражает ему. И за смертью у него новая жизнь начинается. А у грешника ад, огонь. Там ничего больше нету. А крещение же, говорят, это как дочерняя компания пошла. Какая? Еще раз повторите. Ну, крещение на Руси, это же как христианство, это пошло как дочерняя компания. Он говорит, крещение на Руси пошло как дочерняя. А ты от иудеев, типа, якобы, насколько я слышал? Да, да, оттуда пришло, потому что их Бог избрал. А мы от них берем. Это богоизбранный народ еврейский. Ни одного правителя в мире не было, которые против евреев воевали, чтобы остались живые. Это приговор себя подписывает человек. Это Бог так сделал. 2896 наций, а Бога избрана одна. От них теперь мы получаем. Оттуда идет ислам, иудаизм, христианство. Хотим, не хотим. Все банки мира, все средства массовой информации, юриспруденция, все в руках евреев во всем мире. Ну да, я согласен. Ну и вот. И будет последний правитель в мире, он сядет в храме Соломоновом. Там, где эта мещеть стоит, она будет убрана. И воцарится там антихрист. Три с половиной года будет царствовать. Уже все, мировой порядок разложен по частям. Мы можем вам дать свои ресурсы. Вы там отдельно посмотрите. Большой у нас YouTube. В открытым оком во свете Библии. Запишите название. Открытым оком во свете Библии. Открытым оком во свете Библии. Если вы это добавите не канал только, а сайт, и на сайте вы найдете там наши книги, наши миссионерские поездки, вам будет это очень интересно. Хорошо, посмотрю-то обязательно. С Богом. Храни вас Господь. Ищите путь спасения. Путь истины и жизнь во Христе. С Богом. А вот вопрос один. Давайте. Если получается, у нас как дочерняя компания получается, то кому молиться-то получается? Христу, Богу, Святой Троице. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. И принять святое крещение для мытья грехов. Встань, крестись, а мой грехи твои. 22.16. Апостол Павел говорит Савлу. Для чего крещение? Для мытья. А обрезание, которое у мусульман было, оно было до пришествия Христа. И оно заповедано-то было определенным людям, таким как Авраам, это по-мусульманский Ибрагим. Значит, трогайте. Обязательно, я к вам перейду на посылке туда и смотрю туда. Вы на наши сайты, когда зайдете, у вас будет желание познать больше. Вы тогда в скайпе зайдете на меня, запишите Игнатий Лапкин. Это я. И мы с вами встретимся. Сейчас, на секунду еще раз. Как-как? Игнатий Лапкин. В скайпе зайдете, только ни Аватара, ни Ника, чтобы не было. Открыто вот такое лицо, как у вас, своим именем. Ну да, да, да. И там напишите, чтобы я понял, что это именно вы. А то приходится блокировать непрерывно, они там распространяют всякую пакость. Я говорю, что вы, наверное, не курите? Что? Курите, нет? Да. Зря вы курите-то. А я подумал, что вы не курите. Все, спасибо большое. Храни вас Господь, с Богом, давайте. Храни, свидетельствуем людям о Христе Иисусе, чтобы они верили во Христа и ходили в православную церковь. Ну, я как бы с рождения верил в Христа и крещённое с рождения. Он говорит, я с рождения хожу в храм и крещён. Да. Может, какие-то у вас есть духовные вопросы? Мы можем дать вам свой видеоканал большой, открытым оком во Свете Библии. Зарядите себе. Насчет духовных вопросов не знаю. Как бы я с вами даю себя со своими родителями, со своими прородителями, так скажем. Мне этого хватает. Вы как? Может быть, у вас или нет духовных вопросов? Если будет желание, потом по скайпу выйдете. Какие-то вопросы, может, будут. Зачем по скайпу выходить, если у меня есть родственники, которые тоже духовно веруют и к ним обращаются? Прекрасно. А оно разве помешает знакомство шире иметь? К какому знакомству еще раз? Я 56 лет проповедник, миссионер. И с любым встречусь, мне это лично не будет. Встреча с вами. Это расширяет кругозор. Мы талантами делимся, какие есть. У меня брат родной, священник, протеерей. Хорошо. Я бы тоже хотел стать священником, на самом деле только в ЕГЭ не позволил. Я сдавал на Фитику, а не на Историю. Вам видно, около головы, вот у Володи там голубь летает? Да, вижу. Вот. У меня три голубятни было, сейчас две только. И в доме держу немножко. Это здорово. У злого человека голуби не водятся. Есть такая большая статья. Да, конечно. Но как бы современно учится немножко иначе. Смотрите. Допустим, я хотел стать священником. Серьезно. Это большая ответственная должность. Очень большая. Да, конечно. Но как бы мой дед был священником. Я бы хотел тоже показать его в судьбу. Но у меня по школе был как бы физмат. Меня распорядили физико-манипатическое факультет, так скажем. Да? По школе. И чтобы стать священником, я должен был сдать историю и общесознание. Но по физмату я должен был сдавать по ЕГЭ именно физику и геометрию. И поэтому я не смог поступить в петербургское епархию. Вот. Такая судьба. Немножко странная, да? Ну, знаете, у каждого есть свое. Меня вот всю жизнь сватают разные епископы, чтобы рукоположить. А я понимаю, это не мое. Мы как-то в синоде сидели. И мне говорят, митрополит, вы обязательно должны быть рукоположены. Но я стал говорить, я работаю в пяти университетах, преподаю в школах, в армии, во всех отделах милиции. Ну, три радиопрограммы. Он говорит, это хорошо, тогда тебе там доступ закроется, если ты будешь священником. Хорошо, а как мне, молодому, быть, допустим, после школы, то, что я не могу сдать банальные экзамены, чтобы поступить в Санкт-Петербургский епархию. Ну, серьезно. Ну, надо смотреть, какой экзамен, чтобы не нарушить заповедь. История, я сейчас знание. Ну, и что вы ответите? Потому что в моей школе, в моем городе, меня определили физмат. То есть я обязан сдавать физико-математические экзамены. Ну, это физику, биологию и геометрию. Ну, в этом вреда нет никакого. Вот у нас есть такое свидетельство. Девочка учится на одни пятерки. А потом приходит у нее единица, вторая единица. Мать пошла в школу. Что случилось? Она говорит, стихотворение вот такое, она, говорит, не рассказывает. Она спрашивает ее, там, Зина, ты его учила? Она говорит, конечно. А почему не рассказываешь? Потому что оно неправильно. Там написано, говорит, свет нам Ильич. А свет Христос, говорит, дает. Учительница поняла, делала ошибку. Я могу сказать так, что стихотворение неправильно, а я вам расскажу. И рассказала, и получила пятерку. И все. Это учительница зависит, на самом деле. Но поскольку ЕГЭ проверяет с компьютером, так что это не вариант абсолютно. Вы слышите? Ну что, это компьютер. Он говорит, ЕГЭ проверяет с компьютером. Почему не получается сдать у него экзамен? Нет, почему? Получается. По физматам у меня все хорошо. Я сдал свои экзамены, просто я не могу поспеть именно сам Петербургскую епархию. Серьезно. Потому что у меня другие экзамены. Я это чисто феорически не могу сдать. Вот и все. Потому что у меня направление физмат. А какое отношение это к семинарию имеет? Ну вот так говорят ему. Я думаю, такого не должно быть. Согласен, такого не должно быть. Но почему-то я должен поступать на техническое образование, хотя я хочу не на него поступать. Вы против совести не поступайте. Совесть это глаз Божий. В человеке бывает. Но мне, похоже, не суждено. Я должен учиться на каком-нибудь инженере, хотя я не хочу его делать. Конечно. Нисколько не расстраивайтесь. Вы там можете пользоваться. Вы больше принесете. Как Андрей Кураев. Ну, возможно, да. Какие у меня мозг. Под это тоже заточен. Я не пропаду. Просто мне хотелось бы нести свет людям о ней. Андрей Кураев говорит, церковь была гонимой, но никогда она не была так презираема, как сейчас в московской патриархии. Попы на каких машинах ездят, людей давят, сколько всего. А почему? Потому что веры нет. А когда страх Божий был, бы разве человек был это? Соломон пишет, один из всех стих, «Начало мудрости – страх Господень». Ну, надо. Все, Владимир. Вы загляните... Что вы думаете? Просто принять свой судьбу и как бы... Вы на наш YouTube загляните, называется канал «Во свете Библии открытым оком». Там 13,5 тысяч наших роликов. Хорошо. А если на сайт зайдете, там у меня... Я насчитывал раньше при советской власти, еще отбывал за это. Все тама златоуста насчитаны, доброта, любие, жития святых. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Угу. Игнатий Лапкин. Все. И вы найдете все. На форум придите, на зайти то форум, то сайт, то YouTube. Одинаково называется. Хорошо. С Богом. Храни вас Господь. Храни вас Господь. Что же написано в Коране про Иисуса? Иса. Иса – это пророк. Там написано. Марьям – это Мария наша. Он говорит, Иса – это пророк. Иса – это пророк, он говорит. Иса. Марьям. Иса – это пророк. Он одновременно и пророком является Христос, и Спасителем, и Второе Лесо Троицы. То, что вы говорите там, это Иса – Бог, это неправда. То, что вы говорите, что Иса – Бог, это неправда. Ну, это, вот в этом заключается все. Иудеи говорили об этом, говорит, ходили побить камнями за то, что тебя делаешь равным Богу. Прямо Писание говорит, что Христос так и проповедовал. Это же на 600 лет раньше мусульманство возникло-то. – Да. – Вы знаете, что у мусульман самое ценное? – Знаю. – А что, скажите? – Дом самое ценное. – Не знаете, да? Я вам скажу. – Семья, семья и дети. – Намаз, намаз, пятикратный намаз в день. Это самое ценное в мусульманстве. – Да, я знаю. – Вот так. А мы молимся семикратно в день? – Вы вообще не молитесь. – А вы о ком говорите-то? Конкретно я говорю о себе, а не о ком-то. – А-а-а. – Ну, да. – Мы были в Баку, в Баку были и ночевали в доме Мулы. И ходили в мечети молились. И там была комната для намаза в библиотеке в Дагестане. – Ага. – У нас очень хорошее отношение с мусульманами. – Ну, да. Я сам каждый день читаю Коран. – Пожалуйста. – Вот. – Нужно уверовать во Христа, ибо нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Деяние апостолов 4.12. – А вы в церкви работаете? – Нет. Я не работаю в церкви. Я работал всю жизнь пищником, строителем. Меня советская власть гнобила. Я шел по тюрьмам да в лагерях. – За веру гнолит. – А вы сами откуда? – Барнаул, Алтайский край. – Понятно. Я завис. – Ну вот если у вас будет желание, тогда зайдите на наш YouTube. «Открытым оком во свете Библии» называется. – Как? – «Открытым оком во свете Библии». – Открытым оком во свете Библии. – Да, Игнатий Лапкин. – Это я. – То есть я могу туда даже попасть? – Да, попадете. Если будет желание побеседовать, по скайпу меня найдете. Игнатий Лапкин. – Я могу ответить вам на все вопросы. Я преподаватель был в университетах. – А канал как назывался? – Канал как называется? – Канал называется «Открытым оком во свете Библии». «Открытым оком во свете Библии». – Во свете Библии. Запишите. Такого нету в интернете больше. – Сейчас запишу, подождите. – Там 13,5 тысяч наших роликов. Наших конкретно. – Сейчас, подождите, запишу. – Давайте. – Где эта ручка? – Где эта ручка? – Вы этот не наводите, видите? Постоянно. Курсор наводите, сразу пожаловаться появляется. – Не нажимай просто. – Что-то у вас? – Подписчиков сколько у вас? – Подписчиков 19 тысяч. А просмотров 29 миллионов. – 29 миллионов? – Ну, нас уже отнесли к СМИ, к средствам массовой информации. У нас там очень и очень много всего. – Во свете оком, да? – Во свете, открытым оком. Открытым оком во свете Библии. – Вы можете зайти на наш сайт, и там я отвечаю на 4124 вопроса. И там папка есть «Мусульманство». И вы посмотрите там, я отвечаю в университете по Корану. Вам будет это очень интересно. – Хорошо. – Никаких нападок нету, ничего. – Хорошо. – Просто мы сравним с Библией. – Хорошо. – Ну, всего хорошего вам, юноша. – Хорошо. – Храни вас Господь. – Развещаем путь спасения во Христе Иисусе. Вы желаете услышать благую весть? – Я как бы верующий, но я мусульманин. – О, я только сейчас с мусульманином разговаривал. У нас хорошее отношение. У них в Коране написано про Иисуса, Иса. Там написано «Инжил», это Евангелие, «Инжил». – Там не только про Иисуса, не только про Иисуса, там про многих пророков еще написано. – Да. Я занятия много лет вел в университетах, и у меня книг вышло 38. И одна книга у меня посвящена мусульманам. Я разбираю весь Коран по каждой суре и аяте в сравнении с Библией. Ни нападок, ничего нет, а просто разбор. Вплоть до одной буквы. О, мусульманин, а куришь. Да какой же ты мусульманин-то? Что ж ты сам себя убиваешь? Нельзя это делать. – Я знаю, но извините, близкая привычка. – Это не привычка, это грех. Это самоубийство, 12 лет жизни отнимает. У нас написано так, вы храм Божий. Кто этот храм разрушит, тот табаком разрушает, 12 лет жизни. Бог говорит, я накажу его за это. Вам Бог дал глаза, приятный вид такой, а вы себя гробите. Вы на 12 лет раньше умрете, зачем вам это надо? Выбрось все. Скажи, Господи, помоги мне, ибо делающий грех, есть раб греха. Христос от всего освобождает. Только воззови к нему. Я вот сейчас с юношей говорил, говорю, а что самое ценное в мусульманстве? Вы ответить не можете. Что самое-самое ценное? Ответьте вы мне. Для меня намаз. А, это намаз пятикратный. Это самое ценное. А мы молимся семикратно. Три святой и стоп поклону. Семь раз в день. Не считай утренней вечерни. Это уже девять раз. Ну, понятно. Вы что, на камеру, что ли, это все снимаете? Да, все. Вы себя можете увидеть здесь, как мы с вами хорошо беседовали. Вы зайдите на наш YouTube. Вот не надо. YouTube называется «Открытым оком во свете Библии». Запишите. «Открытым оком во свете Библии». Это наш канал в YouTube. Ага. Я уже запомнил. Посмотрю. Вот «Открытым оком во свете Библии». А я Игнатий Лапкин. Эти слова подставьте. Игнатий Лапкин. И вы себя увидите, как мы с вами хорошо беседуем. Понятно. Ну, да сохранит вас Господь для царства своего. Верьте в Господа Иисуса Христа. Отошел. Вы эту мышку никогда не трогаете. Вы туда наводите. Сразу слово «пожаловаться» появляется. Видите? Раз вы уходите. Ну, время идет. Я это убираю. Огни зажгли. Хуй, как я издеваю. Ну, как? Все пишите на нем. В Библии это запрещается. Письмена делать. Тело наше – это храм Божьего Духа. Надо жить для Бога. А курят, наркотики и умирает 36 лет. А у меня внутри своя сила Духа. У меня внутри своя сила Духа. Мы все предстанем на суд Божий написано, чтобы получить соответственно тому, что делали, живя в теле, доброе или худое. Не, я как бы по славянской воле. Сегодня распространен садомский грех. Мужик на мужике женится. Бог сожжет за них всю землю. Нет, нет, мы таким не занимаемся. Ну, молодцы. Это проклятие над миром. Разное. Нет, я по славянской символике двигаюсь. Он ближе по славянской символике движется. Символика – это не… Она показывает внутренняя наша. Допустим, у нас крест, распятие. Да. У коммунистов, там, и сионисты, у них там пятиконечная звезда. У масонов – это масонов. А сион – это шестиконечная. И Библия все это объясняет, что это означает. Ладно, короче. Вы можете зайти на наш YouTube, большой канал, в открытым оком во свете Библии. И вы там сами себя увидите. Увидим, точно? Конечно. Открытым оком… Ну как? А как еще раз канал называют? Ну вот видите, у нас все съемка идет. Еще раз, еще раз, назовите название. Открытым оком… Око, око, глаз. Открытым оком во свете Библии. Игнатий Лапкин. Открытым оком во свете Библии? Да. 13,5 тысяч роликов там. И сколько я, ребятам, увижу. Игнатий Лапкин… Когда видео выйдет. Игнатий Лапкин, ставьте, это мое имя. И вы тогда можете на сайт зайти, можете по скайпу зайти, на форум. Огромные-огромные материалы там. Вы посмотрите, я там рассказываю, как Господь меня хоронил в тюрьмах, когда я за слово Божие шел. Когда людей убивали буквально, лагерь смерти. А я вышел живой. Мне 80 лет. Ничего себе. Много. Ну, ищите, добрящите. Господь сказал, кто стущит, ему отворят. Кто ищет, тот найдет. Господь говорит, я близко к копиющим ко мне. Ладно, удачи вам. Всего хорошего, с Богом. Спасибо. Самое ценное в мусульманстве, самое ценное. Самое дорогое для вас. Вы должны знать. Что, не знаете? Намаз, намаз. Пять раз в день молиться, это самое ценное. А мы молимся семь раз. Намаз. Богу слава. Аллилуйя. Аллилуйя. Что, как дела у вас? Слава Христу. Слава. Вы говорите Аллах Ахбар, а мы говорим Слава Иисусу Христу. Я вас спрошу, мусульмане, вы знаете, что самое ценное у мусульман? Самое-самое ценное. Я пригоню. Что? Там уже поняли, что самое ценное у мусульман. Да, что самое ценное, что надо вам беречь, держаться, двумя руками держаться за это. Свою честь, свое достойство. Нет. Намаз, намаз. Пять раз в день молиться. Это уже как бы... О, а мы молимся семь раз. Вот это самое драгоценное перед Богом. И тогда у вас будет нравственность. Нравственность будет. Я не спорю, я не спорю. Я ничего против вашей религии не имею. У вас в Коране написано Иса, пророк. Это Иисус. Я ничего против вашей религии не имею. А у нас хорошее отношение с мусульманами. Я был в Баку. У меня тоже много знакомых христиан. Мы у Мулы останавливались, ночевали, ходили в мещеть. В Баку. Ну, я тоже был в Ростове. Другого имени нет под небом, как Иисус Христос, который умер за грехи людей, которым можем спастись. И мусульмане, и все должны прийти к Господу. Я с мулами беседовал, мулы сидели, вернулись они из Йемена. И они говорят, горе нам, если сын Марьями судить нас будет. А мы говорим, как раз он и судить будет. Ну, допустим. Ну, поэтому нужно знать Евангелие, считать Евангелие. Вот у меня Коран есть. Я вот в университете вел занятие, и целый том посвящен мусульманству. Я весь Коран разбираю по сурам, а иятам. В сравнении с Библией. Как вы разбираете Коран? Вы знаете арабский язык? Вы умеете переводить с арабского? Самый лучший перевод, который у нас есть. Как понять самый лучший перевод? Ну, такие были арабисты. Он даже сталинскую премию имел. Арабисты? Юлий звать его. Юлий. Чтобы понимать Коран, надо его самому читать. Если его перевели, это там, как бы, любой человек не может сам понять Коран. Вот поэтому у нас Библия переведена на русский язык. А переводили ее переводчики высокого класса. Вот она. А от твоих можешь понять? Высокого уровня переводили. И такими переводчиками мы... Как таковой Коран нельзя переводить. Нет, он переведен уже. Коран нельзя переводить. Нет, переведенный. Ну, я не говорю, что он не переведен. Я просто говорю, что его нельзя переводить. Каждому человеку нельзя, а специалист может. Вот если бы Евангелие у нас не было переведено, оно по-арамейски. А кто его знает, аарамейский язык? Ну, у нас, как бы, во всех мечетях учат арабскому языку. Это только учат. Учат. Когда я... Нормально так на уровне учат. Знаете, я когда-то занимался на семи языках. Мне Бог дал знания. Я на немецком языке проповедовал у немцев собрание. Но я понимал, мои знания маленькие-маленькие. Коснулось что-то. Да, я по-английски разговаривал. Но мои знания крохотные в сравнении с тем, что я должен знать. Я всегда понимал, что это мало. А так и то переводят, а каждый считает. Я встречал мусульман очень много. И ни разу не видел, чтобы они знали арабский язык, как должно. Не считай так. Я тоже не знаю, как бы, арабский язык. Но я совершаю пятикратный намаз. Да. По бедницам хожу в мечеть и все. Мы вот где ночевали у мулы. Свои целевые обязанности я исполняю и все. Нет, вы не исполняете. Вы бороду... Я? Борода где ваша? По порядку давайте. У меня не растет борода. Э, обманывайте. Я щетину вижу. Зачем же обманываешь? Ну, щетину, да. Я учусь в вузе. Мусульманам нельзя. Космическом вузе. Нельзя. У нас в армии служат с бородой. В вузе. Я учусь в классическом вузе. Нас не пускают с бородой в вуз. Вы знаете, как это бородобритие называется? Блудодейная и ересь. Блудодейная. На женщину похоже. Зачем? Два-две мамы. Я ее не сбривал. Я ее укоротил. Нет. Не надо трогать. Бог так усыновил. У мусульман очень хорошая защита женщины. И вот в нашей общине так же одеваются, как мусульманки. Так же хиджаб у нас все это такое же. Только называется два платка. Под булавочку. Нам это очень нравится. Как вы говорите, вот... Каждый мусульман должен носить вот такую бороду длинную, да? Какая есть? Длинная или короткая? Как уж растет. Ну, извините меня... Каждый мусульман, я уже сам запутался. Ну, сумма, она не только в бороде заключается. Вы же знаете, что такое сумма? Что-что? Вы знаете, что такое сумма? Ну, конечно. Ну, она... Да, борода, это как раз таки есть и сумма. Но она не только в бороде как бы заключается. Слушайте. Я не видел такого момента, что вот нужно обязательно носить бороду. Вы знаете, вас будут бить. В Афганистане умер один, а кто-то говорит, у него борода меньше пяти сантиметров. Ему сорок ударов, мертвому по пяткам ударили все-таки. А вы живы? Ну, я в Афганистане живу. Я в России живу. У мусульман строгая дисциплина. Там нельзя пить. Нельзя пить. А вы видите, что я пью? Нет. Я говорю, что нельзя пить, это хорошо. Это радикальные меры. Но, говорит, советское посольство, к нам приходили дети шейхов. И он, говорит, с дрожью в руках, но выпивал. Но на улицу не выходили, иначе ему секир башка будет. У них все серьезно. Ну, как бы, у нас тоже потихоньку начинают серьезно относиться к алкоголю. Ну, в плане того, чтобы уменьшить количество людей, уменьшить люди, народа, алкогольную зависимость. Знаете о проекте «Трезвая Россия»? Кто? Повторите еще. «Трезвая Россия». Проект «Трезвая Россия» знаете? А мы знаем, каждый день видим эту бедноту. Ограбленная Россия. Вот у меня пенсия... А это не ограбленная Россия. Они как бы изымают алкогольную продукцию, которая не листинзирована. Ну да. Я знаю это. Вот смотрите, у меня 35 лет стажу. А пенсия, пенсия сейчас, в настоящий момент, 8 тысяч 141 рубль 33 копейки. Это смешно, честно говоря. Столько лет стажу и такая пенсия. Да. Я не рабщу, мы не проклинаем власти. Мы просто молимся. И все, и мне хватает. Я голодный не бываю. Господь так делает. На работе где-то даже сейчас я могу преработать. Я печеньком работал. Мне не давали работать на такой работе, чтобы начальство. Я был прорабом. Я учусь, ну, я сам с Тагестана. Я учусь, я получаю стипендии 12 тысяч. Я еще спасатель, им честник. И где-то в общем я получаю в месяц 35 тысяч. Вот видишь как. Люди сегодня винят правителей. Нет, вина в нас. Господь хочет, чтобы мы и в бедности жили красиво и интересно. Я вот был начальник детского лагеря, сам основал. 45 лет. Тысячи детей поднял. И ни одного рубля государство мне не дало. А только меня гнобили и гнобили. И мы устояли. Мы строим с нуля православную деревню. С нуля. А 21 тысяча сел уже разрушены. Получили статус. У нас никто не пьет, не курит, не матерится, не ворует, не лжет. Пять кащиц. Тогда мы будем разговаривать. Это в основном зависит от воспитания. Как? От воспитания зависит. Ну, это мы сами отдельно. Такой деревни больше нет. Мы на Алтае живем. Алтай. Ну, смотрите, есть такой момент. Ну, как я ранее сказал, в основном зависит от воспитания. Вот, как вы сказали, материться, употреблять алкогольную продукцию и так далее. Это не от самого человека. Ну, да, в какой-то мере зависит от самого человека. Но основной фундамент должен быть в воспитании. Правильно. Ну, не все. Ну, не все. Бывает у хороших родителей дурные дети. И наоборот. Все зависит от человека. Как он расположен в сердце к правде и к истине. Я много судился. Когда вернулся, я реабилитирован теперь. 11 лет шел в суд. Я его выиграл. А государство мне задолжало 11 миллиардов по тем деньгам. Я самую крупную в мире фанатеку создал. Меня в последний раз в 86-м году арестовали. А из-за чего? Ну, я много религиозной литературы издал. И насчитал архипелаг ГУЛАГ. И написал послесловие Солженицына. Ну, и два стихотворения против Ленина, что это людоед. И за это взяли. Ну, тогда это как бы строго было. Ну, да. Вот если вы пожелаете в наш ресурс зайти, называется «Открытым оком во свете Библии». Ютуб. «Открытым оком, глаз, во свете Библии». Вы там найдете 13 тысяч роликов наших. Как мы в миссионерской поездке ездили от Владивостока до Лиссабона. Скандинавия, Прибалтика. И я везде 650 городов в библиотеке дарил свои 38 томов у меня вышли из печати. Книги. Несело. Так, давайте вам спокойной ночи. Всего хорошего. Всего хорошего. Аллилуйя. Да? Плохо слышно? Да, да, да. А вы скажите мне, что самое ценное у мусульман? Самое ценное такое. За что надо держаться двумя руками? За здоровье. За здоровье. Нет. Намаз, намаз пять раз. А мы молимся семь раз. Намаз, молитва, встреча с Богом. Вот мы были в Баку, ночевали у мулы дома. Ходили в мечеть. Как они молятся, как они крепко веруют. У нас хорошая дружба с мусульманами. Мы проповедуем Христа распятого. Они очень грамотные. А она на четырех языках разговаривает, а Мула на шести языках знает. Это в Баку были мы, в Баку. Азербайджан. Очень хорошие люди. Справедливые. Они умеют женщин сохранять. Как они у вас одеты. У нас тут в общине точно так же одеты, как в хиджабе. Нас мусульманами называют. Желаете больше узнать? Только не курите сейчас. Мы когда разговариваем, то курить нельзя в это время. Я так не могу. Положите папиросу пока. Он говорит, я так. Убираю. Добрый день. Мы проповедуем о Христе распятом и воскресшем. Как душу спасти. Вы желаете это знать? Ой, здравствуйте. Вы желаете узнать что-то больше для спасения души? Нет. В этой теме я не особо силен. Не особо я не интересуюсь. Это совсем уже отчаявшееся. Да нет. Не совсем отчаявшееся. У меня другие просто интересуют. У вас, смотрю, камера стоит. Вы что, в Бога не верите совсем? Нет, почему? Отчасти верующие. А что камера? Почему она смущает-то? Мы же не о плохом говорим. От алиментов не скрываемся. Понимаете или нет? Вы имеете в виду, с какой целью мы снимаем? Это у нас выставляется. Вы можете зайти на наш канал. Называется «Во свете Библии открытым оком». Вы сами себя увидите. А вы прямой эфир ведете? А? Прямой эфир ведете, да? Вы прямой эфир ведете? Нет, не прямой мы. Нет, не прямой. Это мы отдельно обрабатываем тогда и поставляем. Как канал называется? Называется «Открытым оком во свете Библии». «Открытым оком во свете Библии» Игнатий Лапкин. Там у нас 13 тысяч. Да, да. Можете зарядить сайт «Во свете Библии» наш. Форум «Во свете Библии». Ваш канал очень сложно найти. У вас очень неузнаваемое название. «Открытым оком во свете Библии» Игнатий Лапкин. «Открытым оком во свете Библии». Там увидите сразу на Ютубе. Это большой Ютуб, очень большой. А, вот. У нас 13,5 тысяч роликов там стоит. Ага, я вижу, да, да, да. А что вы снимаете? А чем снимаете? А снимаем обо всем, что мы видим, разговариваем, свидетельствуем людям, чтобы избрали правильный путь. Христос говорит, я есть путь, истина и жизнь. И тогда жизнь будет совершенно другая. Не роптать, не править или виноваться, что мы плохо живем. Я сейчас разговариваю с мусульманами. Я говорю, у меня 35 лет стажа. А пенсия 8 тысяч 141 рубль 33 копейки. Я не ропщу, благодарю Бога. Пенсионный фонд, конечно, это печальная тема обсуждения. Если честно, это все от правительства, кстати, отчасти зависит. Просто дело в том, что, блин, правительство слишком нужно. Храдят отчасти. Хотя у нас в стране все храдут понемножку. Поэтому обсуждать более успешных людей вообще не есть хорошо. Если живет человек только одним днем, сегодня, не думая о будущем, он обязательно погибнет. У верующего Бог начертал картину ему. Посвяти свою жизнь мне, говорит Христос. Живи для света. Он есть свет, истина и жизнь. Иисус Христос. Почему Достоевский говорил, если бы доказали, что Христос и истина несовместимы, то я остался бы лучше со Христом, чем с истиной. Очень хорошо философ Монтень говорил, говорит, отрицание Бога может под звездным небом у гроба близкого исходить только от идиотов или явных преступников. Что вы считаете, чем сейчас надо заниматься? Верить в Бога? Верить в Бога и хорошо работать. Если ты женат, ты воспитывай семью, а детей не убегай, чтобы жена абортов не делала. Аборты. Аборт один. Отлучает от церкви на 10 лет. Правило Василия Великого второе. Понятно. Не всегда в нашей жизни получается найти пару, с которой можно завести семью. С чем отличается? Он говорит, не всегда в нашей жизни можно найти пару, чтобы завести семью. Ну, знаете, отвечать нужно так. Если это Богу угодно. У нас написано, вот, пятая, седьмая глава, первое послание к Коринфянам. Говорит, остался без жены, не ищи жены. Если женишься, не согрешишь. Не согрешишь. Но вы будете иметь скорби по плоти, а мне вас жаль. Вот она такая хорошая, она завтра тебе на шею сядет и будет командовать. И ты подкаблучник презренный будешь. Надо строго держать, как у мусульман. Ты глава семьи, глава, но она знает, что ты никуда не пойдешь блудить, как кот в весеннюю пору. Ну ладно, мужики, спасибо большое за... Иисусу Христу слава во веки веков. Заходите на наш форум. Надо будет скайп, заходите там по скайпу, по беседам. Игнатий Лапкин, запишите. Я уже записал эти форумы. Только чтобы не было у вас аватара, какого-то, ника, свое, как вот есть вы. Открытое лицо, никаких темных очков. Спасибо большое. Во славу Божию. Всего хорошего. Всего хорошего. Благодарю. Слава Иисусу Христу. Слава Иисусу Христу. Слава Иисусу Христу. Вот это дело другое. Господь Иисус Христос повелел, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Эту радостную весть надо нести к людям, не сидеть на месте. Сейте семя всегда. Пожнешь, что посеял тогда. Если бы еще вас слышал, вообще было бы прекрасно. Чуть-чуть слышу, пару слов. А у вас Библия есть? Нет, к сожалению, нет. А вот вы пойдите в церковь-то и купите, и будете знать закон Божий. Вот он. А нет в Испании Библии нашей православной? Он говорит, в Испании нет Библии нашей православной. А, нету. А там говорится об этом, Евангелие Инжил называется. Нет. Он говорит, в Испании нету. А в Испании, я думал, в исламе. В Испании Библии нету. Не знаю я. Мы в Испании были. Там есть русские храмы. В русскую церковь. Найдите русскую церковь и там найдете. Там всегда есть. Постараемся найти. Да, потому что это свет жизни. Надо жить по Евангелию. А когда люди не знают Евангелие, они бродят, как слепые по жизни. Библия отвечает на все вопросы. Не отвечает только, когда Христос придет. Один вопрос, который нельзя людям знать. Верим, брат мой, но тяжело найти. Вы, если хотите, зайдите на наш ресурс. Большой Ютуб называется «Открытым оком во свете Библии». «Открытым оком во свете Библии». Игнатий Лапкин. Вы там найдете все, что желаете. Как мы на занятиях в университете были. Мы деревню строим православную. Детский лагерь. Без помощи государства тысячи детей подняли. Никогда не надо злиться, роптать. Надо молиться и ждать воли Божьей. И молиться семикратно в день. Вы строите. Можно ли к вам попасть вообще? Можно ли к вам попасть? Ну вы сначала зайдите на наш Ютуб, а потом по скайпу. Мы побеседуем, и тогда будет видно. У нас кто желает деревню поселиться, у него должно пять качеств быть. Он должен доказать, что не лжет, не пьет, не курит, не матерится и не ворует. Тогда первый разговор. А если не семейный, то не получится. Надо, чтобы был в семье с детьми. А если курю? А если курит? Курит. Даже на территории деревни нельзя курить. Все могу стерпеть, но люблю курить. Ну, Господь избавит от этой пакости-то. Зачем тебе жизнь свою обрезать? В дыму жить. Наше тело есть храм Божий. Зачем туда табак? Казубная привычка такая. А это не привычка, это грех. Это слова другие. Делающий грех, есть раб греха. Но если сын освободит, свободны будете. Сын Христос. Сын Божий. Как вас зовут-то? Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин. Вы когда будете заряжать там, открытым оком, напишите Игнатий Лапкин, вы что-то ничего не записываете, забудете. Забудете. Я не забуду, сейчас запишу. Сразу иду, иду. Все. Вы что-то сильно уставший как или как? Не, почему уставший? Ну, во славу Божию. Ищите и обрящите. Христос, говорит, стою у двери и стучу. Сердце наше. Кто отворит, то войду к нему и буду вечерять с ним. И он со мною. Откровение дает Господь. 2.10. Жить таким людям здоровья, счастья и... С Богом. Все, чего не добывается. Давайте. Вы знаете, что Иисус Христос был... На земле жил и проповедовал учения о спасении. Что он умрет за грехи людей. Чтобы искупить людей. Не знал. Не знаете. А вы Библию имеете в доме? Да. Вот такую, да? Не, не, не такую большую. Ну, я не знаю, вам видно или нет? Видно, видно. Вот здесь есть 77 книг. Это синодальный перевод 1876 года. Библия дает ответ на все вопросы. Кроме одного. Какого? Когда это будет? Когда явится Христос судить мир этот? Когда мировая история закончится. И день, и час, и минуты, и секунды указаны у Бога. Но от людей это сокрыто. Нам это не полезно знать. Ты знал? Вы, если хотите больше узнать, запишите наши ресурсы. Наши ресурсы на Ютубе. Открытым оком во свете Библии. Запишите. Записывай. Что ты сидишь? Записывай. Открытым оком во свете Библии. Все на этом. Иисуса Христа, распятого, воскресшего и грядущего вновь судить землю. Это все мы считаем во святой Библии. Так. Вот. Вам видно? Да. Вот. Посмотрите. Здесь есть 77 книг. Четыре Евангелия. Евангелисты говорят о пришествии Христа. Что Он взял грехи мира на Себя. Умер за нас. Для нашего оправдания. И кто Его принимает, тот спасен. Вот как, допустим, люди сидят в заключении. Вдруг амнистия. Если кто не поверит, не выйдет, он так и останется рабом. Ну, все. Они неверующие. Они неверующие будут в огне гореть, в аду. Написано, неверующий представляет Бога лживым. Сказал безумец сердца своем. Нет Бога. Безумец. А причина? Они совершили гнусные преступления. И да, и да, да. Да. Это сегодня существует мифология. Это мифология, говорит, все. Но это сегодня так говорите, да. Вы Бога протестовываете. А ваша совесть вас судит уже. Видите Бога? А? Вы сами видели Бога? Господь оставил на земле церковь свою. Невеста его называется. Чтобы люди веровали, имели жизнь вечную. Кирпич. Кирпич – это камень. Это песок. Это созданное людьми, а не Богом. Ах, откуда вам знать это? Две тысячи лет... Две тысячи... Заметьте. Две тысячи... Две тысячи... А так вот, по идее, мы не знаем, верим мы в Бога или нет. Две тысячи... Слушайте. А в нем давно такого люди жили в лесу и молились к лесу. И говорили, что это Бог. Два миллиарда людей сегодня верят во Христа. Два миллиарда мусульман. Это ученые, художники, космонавты. И вдруг женщина говорит, а ничего этого нету. Кому поверят-то люди? Да, вы видели Иисуса? Вы видели Иисуса? Видели? Мы его сердцем ощущаем. Его сегодня никто не может видеть. Написано, Бога никто никогда не видел. Единородный сын сущий внедрёщим. Он явил. Мы во Христе видим Бога. Некоторые говорят, что они видели. Ну, как бы, я крещён, и у меня есть вера. Да, я верю в неё. Ну, как бы... Как она на неё смотрит-то? Таким человеком то, чтобы вообще убиваться по этому нужно, нет. У меня есть просто своя вера. Потому что, блядь, Библию, не Библию читать, нет. Ну, не моё. Он говорит, у него своя вера есть. А что, своя? Господь не будет судить по своей вере, а по Евангелию. Я верю в Бога. Ну, может, Он там есть. Где-то. Знаете, в Библии написано, бесы веруют, демоны веруют, и тот трепещут. А чтобы сидеть где-то в какой-то в летке и говорить об этом, я не считаю нужным. У каждого человека есть своё мнение, и кому-то это внушать не нужно. А ну, мнение неправильное, его надо выправлять. Вот своё мнение, все друг против друга идут. Зачем кому-то его управлять? А как же жить-то? Любому мужчину спросите, сколько раз он женился-то, сколько раз развёлся. А я, например, верю в этот сатану. Если у вас будет муж неверующий, вы будете несчастным человеком. Я вам свидетельствую об этом. Он говорит, я верю в сатану. Ну, значит, с ним вместе в огне гореть будешь. В бесконечные веки. А вы грешены? Не надо сегодня боровировать этим. Пророк Амос говорит, будут искать Слово Божие. От моря до моря искать и не найдут. А сегодня мы к вам пришли, спустились в эти глубины ада. Вот эта рулетка-то ваша. Я тут бризерками договаривать умею. Мы имеем таковато, что не нужно людям внушать что-то. Пока человек сам до этого не дойдёт, он в это не поверит. Надо, чтобы нашёл. А для этого мы и напоминаем, что эта жизнь кончается очень быстро и внезапно. Вы внушаете нам свою веру. То, что по Библии не должно делаться. Вы не имеете права внушать нам свою веру. Так же, как и крестить. Вы знаете, я не знаю, как вас звать. В Библии говорится, жене учить не позволяй, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Если муж ваш слушается, он подкаблучник несчастный. И он вам верный не будет. Он должен сказать Слово, чтобы вы при нём даже Слово лишнего не говорили. Это скала, скала, за которой вы скрылись. Друзья. Они муж и жена. Они просто друзья. Друзья. Сегодня друзья, это означает, живут в грехе. Гражданский брак. Блуд называет гражданским браком. Да мы не спим. Ничего. Мы просто отдыхаем вместе и всё. Но это я просто говорю, не имея в виду вас конкретно. Я понимаю. Давайте мы оставимся каждый без своими и пойдём дальше. Вы к нам на Ютуб заходите. На Ютуб. Открытым оком во свете Библии. А там можете в скайп зайти. Игнатий Лапкин. Это мы Барнаул. Алтайский край. Ну с Богом. Всё. С Богом. Всего доброго. До свидания. Хорошего. С Богом.